Когда мы имеем дело с каким-либо мифологическим текстом, мы обнаруживаем, что в нем содержится некоторая сумма сведений. Сведений такого рода, что, скажем, например, небеса неба представляет собой твердый купол. Например, так, что небо многослойное, что полярная звезда – это кол, вбитый в центр неба. Классическое, что Земля стоит на каком-то животном, которое плавает в волнах океана и все прочее. На самом деле, такого рода обстоятельства, деталей, из которых исходит миф, и которые являются фоном для рассказа, и даже не фоном, а исходными предпосылками рассказа, представляют собой мифологическую картину мира. Эта картина мира, как легко догадаться, в нашем сознании отчетливо противостоит научной картине мира. И по этому признаку мы легко ее опознаем. Хотя, на самом деле, опыта показывает, что для современного человека мифологическая и научная картина мира взаимопроницаемы, и очень легко одно переходит в другое. Ну, если вот останется время, я про это несколько слов скажу. Мифологическая картина мира включает в себя несколько основных категорий. Каковы относятся к ее базе, к ее основам? Прежде всего, это, поскольку миф по своим установкам этиологичен, то есть он объясняет происхождение тех или иных явлений, относящихся к космосу, относящихся к социальной общности людей или к индивидууму, то вот эта идеологичность предполагает наличие в начале некоторого исходного состояния до того, как возникло то, что имеет место сейчас. В основном миф это и ровным счетом объясняет, как это получилось, почему у зверей хвосты такие, они эдакие, почему у оленя рога, откуда взялась радуга, откуда взялось солнце и так далее, и так далее. Все эти самые, это состояние мира до того, как установилось современное состояние, оно может определяться словом «хаос». При этом надо понимать, что понятие мифологического хаоса – это не просто беспорядок, это некоторые отношения вещей, если угодно. У него есть свои параметры и свои образы. Что касается образов, то чаще всего это образ безбрежной водной стихии, мирового океана. Очень многие мифологические повествования начинаются с того, что сначала была вода. И первые стихи книги «Бытия» – «Земля была безвидна и пустынна, тьма над бездной, дух Божий носился над водой» – собственно, предполагает ровным счетом эту самую картину. Но рядом, кроме этого, хаос предполагает и хаос в других сферах жизни, в частности, в социальной жизни, неустановленность человеческих отношений, неустановленность отношений полов, недоделанность людей, которые предстают во многих этиологических мифах в виде заготовок. Вот мифы о происхождении людей называются антропогоническими, в то время как мифы о происхождении космоса называются космогоническими. Так вот, в антропогонических мифах люди иногда представляются в виде некоторого рода зародышей, которые имеют вполне такой определенный материальный облик, например, щепок, зерен, червей и так далее, и так далее, в разных мифологиях. Это тоже можно считать состоянием хаоса. Кроме того, хаос существует и в человеческих отношениях, неурегулированность отношений полов, гендерных, так сказать, отношений. Одним из ярчайших форм, так сказать, хаоса на уровне человеческих отношений является инцест, то есть, так сказать, браки между кровными родственниками, инцест вертикальный, инцест горизонтальный и так далее. Ну, вокруг него существует там обширная мифология. Другой категорией является время. Время, которое имеет две формы. Время циклическое и время линейное. При этом, видимо, время циклическое, которое основано на представлениях о постоянном возвращении сезонов года, дня и ночи, обновлении Луны, скажем, например, оно является более архаическим, вообще свойственно более архаическим системам. Время линейное, видимо, основанное на наблюдениях о необратимости человеческой жизни, вот так сказать, оно, видимо, является несколько более поздним. Ну вот, но тем не менее, вот, так сказать, это такие временные структуры, которые являются основополагающими для мифа. Наконец, пространство. Каковое для мифологическом сознании оно качественно неоднородно. И это очень важно. Прежде всего, оно делится на свой центр и потенциально чужую, потенциально враждебную периферию. Все то, что удалено от центра, чем дальше от центра, тем, так сказать, опасней. При этом границы между центром и периферией, между освоенным и, так сказать, таким вот безопасным для человека, они очень подвижны. Они зависят, в частности, и от времени, зависят, скажем, например, от времени суток. Вот это чужое пространство придвигается к нам ночью и отдаляется днем от времени праздника, там, и будней, там, и так далее. Ну, в разных культурах это имеет разное выражение. Поскольку все эти хронотопические представления, то есть представления о времени и пространстве, прослеживаются и в наше время, то мы можем предполагать, что эти категории являются присущими человеческой психологии вообще, и, по-видимому, так сказать, мы можем обнаружить их в довольно достаточно современных формах человеческого сознания, в современных текстах, там, и так далее. Следует добавить, что время еще в обыденном сознании отличается, ну, такими дистанционными отношениями, вот, если делать отсчет от наблюдающего субъекта. Это настоящее и близкое прошлое, о котором человек может свидетельствовать сам. Это историческое прошлое, о котором свидетельство может передаваться через несколько поколений как бы эстафетным путем, но оно сохраняет свою живость. Если моя бабушка рассказывает мне то, что ей рассказывала ее бабушка, это сохраняет статус живого свидетельства. А дальше вот уже нет, видимо. И, наконец, есть мифологическое время, которое вообще не соединено с нашим временем. Оно как остров в такой временной, так сказать, системе существует и соединяется с профанным современным временем как через посредство ритуала, через посредство обряда, в котором до некоторой степени воспроизводится мифологическое время. Не во всяком обряде, но вообще в принципе, скажем так. И вот эта трехступенчатая градация времени, она соответствует некоторым фольклорным жанрам. Потому что вот то, что обыденность, современность и живое свидетельство человека или его современников – это так называемая «быличка», то есть это рассказ о нынешнем, это огромная область народной прозы. История – это эпос обычно, ну или исторический эпос, или даже, так сказать, уже не очень исторический. А то, что касается мифологического прошлого, это, собственно, миф, вот этиологический миф. Ну и, наконец, о чем еще надо сказать, что помимо этого существует эсхатология. То есть опрокинутая в будущее космогония, скажем, космология. Об ожиданной, как правило, катастрофе, скорее, ожидаемом страшном суде, свето-представлении и так далее. Ну или в современных форумах, там тепловая смерть Вселенной, истощение предуродных ресурсов и прочее. Потому что эсхатологические структуры, видимо, являются в достаточной степени распространенными, если не универсальными. А вот конкретные образы, которыми наполняется это, они очень зависят от культурно-исторической обстоятельств, культурно-исторической ситуации. Хотя существуют и, так сказать, оптимистические эсхатологические формы, то есть грядущее царство справедливости, рай на земле, построение коммунизма, ну и так далее, и так далее. Что, кстати сказать, отражает и космогонический миф, вот опрокинутый в будущее, потому что только что созданная Вселенная, как правило, представляется гармоническим и совершенным произведением. Ну вот как Рахе в Библии, из которого там человек потом изгнан, то есть который потом подлежит искажению и порче. А вот начальное состояние, оно, вот наступившее после хаоса, оно такое правильное. И вот такое же тоже возможно. Наконец, это может происходить и в циклической форме, когда разрушение периодически повторяется, и мир возрождается снова. Это, в частности, индийские космогонии, когда история Вселенной делится на вот такие вот огромные эпохи, кальпы или юги, на границах которых происходит уничтожение всего, что было, а потом это появляется снова. Ну или линейные, которые, собственно говоря, характерны, скажем, для христианской эсхатологии. Ну, если мы почитаем Откровение Анны Богослова, там все это очень хорошо описано. Чрезвычайно актуально соотношение мифологического сознания, мифологического в таком классическом смысле, вот как мы его знаем по народным, особенно архаическим традициям, как мы его реконструируем по различным текстам, и сознание современного человека, нашего современника, наше сознание. Соответственно, соотношение знаний, научных и архаических знаний, потому что знаниями является и то, и другое. И архаическое сознание, сталкиваясь с наукой, научными знаниями, и соглашаясь с ними, легко, так сказать, вводит их в свой обиход. Примеров тут довольно много и довольно забавных. И вот это вопрос, важность которого, видимо, выходит за пределы даже чисто академические, потому что то, что мы сейчас там наблюдаем вокруг себя, это в большой степени проявление мифологического сознания на самом деле. Понимаете? Вот то, что у нас часто там называют общественным мнением. Вот это, попросту говоря, почти в чистом виде. Но эти структуры мало изучены, плохо изучены, не изучены, эти соотношения не изучены. Это как бы пока устанавливается чисто декларативно. Хотелось бы, конечно, точное изучение. Здесь, видимо, моя наука должна смыкаться с социологией, скажем, например. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова